В Фурмнове завершились соревнования по зимнему плаванию в третьей открытой клубах Содружества клубов по зимнему плаванию «Морозка-2020», посвященные самым значимым праздникам России, 75-летию Победы и Дню Защитника Отечества. В сердце города, в Летнем Саду, у бассейна Чистого Пруда, при поддержке администрации района и ведущих клубов зимнего плавания Ивановской области, развернулся большой спортивный фестиваль. Под девизом «Здоровая Россия, сильная Россия» праздник открыли государственным гимном. Гостей и участников мероприятия приветствовали глава муниципалитета Роман Соловьев, председатель Совета Фурмского района Галина Жаринова, а также восьмикратная чемпионка мира по зимнему плаванию в составе сборной России, одна из быстрейших брасисток мира Мария Людвова. Уважаемые жители и гости Фурмского муниципального района, разрешите искренне поздравить вас с наступающим праздником, пожелать здоровья, бодрости, духа и отличного настроения. Ну и, конечно, рад приветствовать вас на уже ставшем традиционном для Фурмской земли спортивным зимним праздниках любителей здорового образа жизни и активного зимнего спорта. Всем спортсменам, всем гостям отличного настроения и бодрости, духа. С праздником, друзья! Ну и, конечно, мне приятно приветствовать здесь у нас на территории большое количество спортсменов с других субъектов. И, конечно, именитых наших друзей, которые не так давно вернулись в чемпионаты со Словенией по зимнему плаванию. Мария Людвова уехала туда на соревнования четырехкратной чемпионкой мира, а вернулась уже восьмикратной. Аплодисменты, Мария! Всем еще раз отличного настроения, бодрости, духа и с праздником, дорогие друзья! Разрешите вас поздравить с наступающими праздниками, пожелать вам всего самого наилучшего и сказать вам спасибо большое за такой прием, который вы делаете для нас здесь. Спасибо фурманов, это действительно территория спорта и большого спорта. 22 и 23 февраля в праздничных заплывах участвовало около 60 спортсменов из 13 городов и 5 регионов. Среди них легендарные прославленные пловцы Ивановка Татьяна Гавриленкова, участница заплывов через Ла-Манш, пролив Лаперуза, Байкал, а также москвичка Наталья Серая, участница заплыва через Берингов пролив, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса. Кроме того, свои силы пробовали дебютанты. В отдельных категориях спортивных соревнований участвовали пара спортсмены. Пловцы отметили, что организация мероприятия вышла на новый уровень. Штаб соревнований развернулся в Центральном дворце культуры, откуда в сопровождении волонтеров под барабанную дробь на площадку выходили моржи. Для ежегодного турнира оборудовали понтонный бассейн на три дорожки по 25 метров, на берегу теплую палатку и баню. Вот можно увидеть, какой прекрасный бассейн в этом году мы сделали. Администрация, вот тут, смотрите, какие понтоны прекрасные. Учитывая, что проблемы в этом году с погодой серьезные, да, и лед фактически 40 сантиметров, но верхний слой достаточно рыхлый, проводить, ну, как бы, можно, конечно, было бы, но это не настолько было бы, как бы, комфортно, скажем так. Конечно, никто бы безопасностью не стал бы жертвовать, но, тем не менее, вот вы видите прекрасный бассейн, дорожки, флажки, все красиво. Система хронометража новая, стабло, которое у нас и воду показывает температуру, и воздух. Устроение отличное, солнце, народ. Ну, знаете, мы второй год приехали, мы были в прошлом году, и, исходя из того, что нам очень понравилось в прошлом году, мы поэтому приехали в этом году. На самом деле, организация хорошая. Очень хорошо, что у вас мероприятие проходит в парке, скажем так, в городе, в черте города. Здесь очень много горожан, зрителей. Это очень приятно, когда есть зрители, когда люди смотрят на этот праздник, смотрят, как люди, спортсмены заходят в воду. То есть мы, скажем так, популяризируем этот вид спорта, популяризируем здоровый образ жизни. Это очень приятно. И это приятно, что у вас здесь все это в центре города. Красиво, культурно, мы довольны. Участники демонстрировали свою физическую подготовку в командных смешанных эстафетах и личном первенстве на дистанциях 25, 50, 100 и даже 200 метров вольным стилем, брасом и бутерфляем. У зрителей в этом году появилась возможность следить за результатами участников на электронном табло. Температура воды составляла около 0 градусов, воздуха плюс 5 градусов по Цельсию. Маржам колебаний и сомнений нипочем. Они смело погружаются в водоем и уверяют, что по-настоящему счастливы проводить время таким способом. Да, я уже проплыла одну дистанцию. Я плыву все дистанции на этих соревнованиях третий раз. Нам очень здесь нравится. Классная организация, всегда много зрителей. Вода прекрасная. Приглашаем вас в том числе попробовать проплыть хотя бы 25 метров. Ощущения невероятные. Мы также с мужем плавали подо льдом Байкала из одной проруби в другую. Толщина 60 сантиметров. Тоже нос в купальнике. Очень страшно, но очень здорово. Чтобы добиваться результатов, я рекомендую не лениться, потому что дисциплина и решительность – это два такие качества, которые приведут в любом случае к успеху. Я желаю, в первую очередь, всем здоровья и приходить и начинать с малого. А дальше уже будет вдохновение, будут силы и все обязательно получится. Надо тренироваться в бассейне, надо плавать в реке, в водоеме в открытом обязательно. И желательно это делать с периодичностью, с систематикой определенной. Не то, что раз в месяц. Обязательно, то есть периодичность должна быть обязательная, отслеживаться. И организм привыкает и становится легко. А как вообще вот это здоровье? Помогает серьезно вот эти занятия? Ну, нам коронавирус не страшен. В этот выходной день зонирование территории общественного отдыха позволило прекрасно отдохнуть на свежем воздухе всей семьей. Жители и гостей Фурманова ждали выездная торговля, аттракционы, мастер-классы и бесплатные угощения. Для праздничного пикника заготовили 60 литров теста, 1000 порций каши, 500 сосисок и горячий сладкий чай. По традиции мясную продукцию представил местный сельхозпроизводитель ООО «Славянка». Культурную программу представили творческие коллективы и солисты Центрального дворца культуры города. В рамках федерального проекта «Песни памяти на стадионах» они исполняли всем известные песни в духе года памяти и славы. Церемония награждения по итогам двухдневных соревнований прошла по традиции у стен исторического и культурного памятника «Картинной галереи имени Трубникова». За время соревнований спортсмены в общей сложности преодолели дистанцию в 10 километров 375 метров. Победителем соревнований стала команда «Моржи столицы». Фурунские пловцы также в числе лучших. Наш город представили члены клуба закаливания «Нептун». Лада Титова в своей возрастной категории завоевала первое место на дистанции 25 метров вольным стилем. Алексей Титов в своей возрастной категории стал первым на дистанциях 25 метров бутерфляем, 50 и 100 метров брасом, 50 и 100 метров вольным стилем. А также занял второе место, преодолев дистанцию в 200 метров за 2 минуты 45 секунд. Итого 6 золотых и одна серебряная медали. В честь праздника организаторы учредили особую награду – Кубок «Честь имею», за которую боролись 16 участников – ветераны военной службы, действующие военнослужащие и военнослужащие запаса. Результаты соревнований пойдут в зачет пятого этапа Кубка России по зимнему плаванию. С итоговыми протоколами можно знакомиться на официальном сайте администрации Фурмского района. А вы как организатор довольны составом участников, кто вот сегодня приехал? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы уже побольше немножко было географии, пообширнее, вернее, побольше участников. Но я думаю, что это… Мы, скажем так, мы уже прочно закрепились во второй… Ближе к сотне подбираемся все равно, как бы, да. И я думаю, что так и будет прибавляться. И, опять же, если говорить о каких-то международных стартах крупных, Фурманов по своей инфраструктуре может претендовать, ну, на этап Кубка мира, да. Можно, можно. Это от 100 до 300 спортсменов, там, от 10 до 20 стран. И то будет проблема, да, в чем, в первую очередь, здесь все нормально. Ну, фонд проживания. То есть это 3-4 дня, люди должны где-то жить. Это, соответственно, надо организовать доставку из Иваново. Ну, вполне реально. То есть, как бы, в остальном, ну, естественно, областная поддержка нужна. Это, конечно, районная администрация будет крайне тяжело сделать. Но, тем не менее, перспективы есть. Просто, знаете как, шаг за шагом. Всех, безусловно, смелых и отважных, обладающих железной волей и твердостью характера участников, наградили памятными медалями и призами. Традиционное зимнее шоу на городском водоеме оставило море позитивных впечатлений у жителей и гостей города.